Наша история была разной, но главное, мы должны быть реалистами, конечно же, помнить нашу историю и смотреть в будущее. И наше будущее, оно на поверхности для всех ясное, оно может быть только тогда, когда мы можем вместе, сохраняя свою национальную, религиозную идентичность, тем не менее жить в многообразии, которые в России сегодня существуют. В царские времена были особенными для мусульман. Были моменты проблемные, но ведь нужно помнить и то, что строились мечети в исконных русских городах тогда, и в Санкт-Петербурге, и в Ярославле, в Твери, в Сибири. И в те годы религиозные деятели находили общий язык взаимопонимания с царскими властями и решали свои вопросы. Ведь 220 лет с лишним назад было создано и Таврический муфтият, и Оренбургский магометанский духовное собрание, что, по сути, стало признанием на уровне государства наших конфессий, я имею в виду ислама. Конечно же, и другие конфессии, религии. И то, что в царское время в России было построено больше 7 тысяч мечетей, они действовали. Потом были лихие годы атеизма, и сегодня действительно, как живой организм, страна, она тоже меняется. Действительно, есть и потоки мигрантов, внутренней миграции, внешней миграции. Сегодня и наша мусульманская молодежь, она покидает и Кавказ, приезжает учиться и большие города. И радует то, что, слава богу, что наша молодежь не теряет свою идентичность, не теряет свои корни. И в тот же момент они развиваются как патриоты нашего единого государства, России. Это очень дорогово стоит, и нужно это развивать. Я считаю, что на всех уровнях общения на разных площадках нужно воспитывать с детства. И наше многообразие в тот же момент мы также должны учиться и в правовом поле защищать свои права и развивать их. Для этого никаких в стране противоречий или проблем нет. Все зависит от нас, от нашей организованности, от нашей инициативы, активности. И в принципе, та же площадка общественной палаты, она открыта для всех, и мы с удовольствием готовы к общению. Нас волнует вообще и в мире, и не только в Украине. Вообще в мире сегодня такая тенденция, что пытаются религию вовлечь в решение политических задач. Наши конфессии очень четко для себя давно определили в России, что мы остаемся аполитичными. Мы не втягиваемся в политические баталии, решения вопросов. Как граждане России мы идем на выборы, мы выбираем. Мы можем призывать граждан пойти на выборы. Но быть ангажированными некими группами политиков, это неправильно. Религия – это вечная ценность от Бога. Она неизменна, и она не может менять свои ценности в угоду разных политических воззрений. И она должна оставаться вот такой святой надежды и веры верующих людей. И сегодня общество должно для себя это понять. И не надо вестись в игре этих политиков, лжеполитиков, которые используют религиозную символику, религию в своих неких корыстных целях. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...